О тяжести жизни рассказывать или о лёгкости? Как вы определите, у человека тяжёлая жизнь или лёгкая? Ну вот, например, вы заходите в Фейсбук и видите аккаунты. У кого-то цветочек нарисован, у кого-то зайчик, там где фотография. У кого-то человек возле машины стоит, у кого-то где-то в море купается, кто-то в лесу, кто-то с собачкой, кто-то с котиком, кто-то просто вот портрет свой поставил, а кто-то вообще пустое пятно и какой-то ник. Кто-то фамилию пишет и имя, кто-то имя отчества пишет, кто-то какой-то образ пишет, там цветочек, солнышко и ещё что-то. И по каждому из этих аккаунтов можно создать целую сказку и иллюстрацию образа данного человека, который вот составил. Но в целом можно определить, этот человек более счастлив или этот человек более несчастлив, у него жизнь более лёгкая или же более сложная. Доволен ли этот человек своей жизнью или желает нарисовать, что он доволен своей жизнью? Реализован ли этот человек или же ищет свою реализацию? Вот по этому поводу я приглашаю своих друзей, которые в Фейсбуке. Их у меня достаточное количество. И я вас всех приглашаю в Телеграм, там, где я сейчас в основном нахожусь. И навстречу приглашаю в Зум. И там мы можем познакомиться более детально. Кто может прийти навстречу в Телеграм? Я думаю, в основном это те люди, которые знают, что такое Вайвер, которые там, где Фейсбук и освоили более-менее Фейсбук, это тоже нелёгкая задача, там, где человек уже какой-то аватар для себя сделал, ну, в основном, как-то себя назвал, адекватно себе. Ну, конечно же, в Зум, скорее всего, могут прийти люди, которые уже поставили какое-то своё фото. Ну, в основном те люди, которые желают общаться более открыто и которые оценят такое душевное, приятное общение. Ну, что ж, приглашаю вас, мои друзья. До встречи. Я вам ссылку пришлю, кто желает. По личной встрече.